Удача. Монолог об удаче. Сложно говорить об удаче, когда даже нельзя точно определить, в чем именно эта самая удача проявляется. Кто-то может сказать, что удача – это катастрофическое везение. Однако даже в этом простом утверждении слишком много нюансов, которые требуют уточнения. Например, известен случай, когда один невероятно везучий человек выиграл в казино невероятно большую сумму денег. Однако стоило счастливчику выйти за порог игорного дома, как его насмерть сбил несущийся на огромной скорости автомобиль. Назвать героя этой истории везунчиком – да просто язык не поворачивается. Есть версия, которая прекрасно подходит под случившуюся историю. Согласно ей, количество везения, то есть удачи, для каждого индивидуума строго ограничено. Ограничено ли вообще, то есть лимит выдается один раз и на всю жизнь, либо имеет временные рамки, то есть ресурс восполнимый, но для этого требуется определенное время. С другой стороны, известны случаи, когда люди, которых просто преследует катастрофическое невезение, оказываются в ситуациях, выходя из которых становятся найудачливейшими людьми на свете. При всей своей парадоксальности подобные случаи нередки. Специалисты даже утверждают, что такой необычный финал вполне закономерен, так как человек, привыкший к собственной невезучести, потенциально готов к экстраординарным ситуациям больше, чем обыкновенный человек, который наверняка, случись что необыкновенное, растеряется. В итоге получается, что проверить наличие удачи по каким-либо отдельным фактам не представляется возможным. А оценить совокупность всех фактов можно лишь по происшествию определенного количества времени. Причем точно вычислить промежуток необходимого времени также не представляется возможным. Исходя из этого, невольно напрашивается вывод, что удача, как понятие, явления несуществующие, либо существующие, но не поддающиеся анализу и последующим выводам, что практически равносильно первому утверждению. Еще есть версия, что так называемая удача – это всего лишь реакция окружающего мира на внутреннее состояние самого человека. К примеру, если человек уверен в собственной неуязвимости, то окружающая среда воспринимает его уверенность как должное. Таким образом, сделав этого человека действительно неуязвимым. Другое дело, что подобная уверенность – явление стихийное, такое же, например, как влюбленность. Управлять им невозможно. А если и возможно, то для этого требуется основательная подготовка. Даже если предположить, что удача – это некое живое существо или же вселенская организация, то и в этом случае невозможно выяснить критерии поведения и мышления данного существа в случае организации выявить кодекс правил, принятых этой самой организацией на вооружение. Так как до сих пор никаким логическим умозаключением явление удачи не поддается. В пользу того факта, что удача – это разумное существо, свидетельствует, во-первых, закономерность удачи привязывается к определенным субъектам, либо же объектам, либо, наоборот, их игнорировать. Во-вторых, как раз полным отсутствием объективности и даже самой элементарной логики, вследствие чего принято считать, что удача – существо женского рода. И все же, что это такое удача? Стихийное совпадение случайных фактов или кем-то продуманная сложная комбинация? Явление ли это или живое существо, наделенное такими свойствами разума, как симпатия и любопытство? К сожалению, на все эти вопросы нет определенного ответа. Однако все – и специалисты, изучающие явление, известное под именем удача, и люди, испытывающие на себе эту самую удачу, согласны с тем, что удача существует, хотя никаких стопроцентных свидетельств в качестве доказательства предоставить не могут. С вас подписка на канал и, конечно, лайк. Мне будет приятно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!